Всем большой привет! Я так долго не снимала видео. Но новости говорят сами о себе. Первая новость, это теперь у меня живет вот такой вот милый чудик, шумелка, который очень-очень хочет внимания много. Очень-очень хороший, ласковый и умный парень. Зовут его... Да! Зовут его Арсений. Арсик. Арс. Пока что он Арсик. Потом вырастет Варса, наверное. Возможно, будут какие-то еще крики, но мы пока друг к другу привыкаем. Мы вместе всего неделю. Появился он у меня абсолютно случайно и нежданно. Но я думаю, что это у нас такая любовь будет долгая. По поводу съемок видео, конечно, я только в январе, вот в феврале начала вникать. Мне так что-то понравилось. Все. И после февраля не хотела сделать ничего. И, конечно же, снимать видео тоже. Потом вроде как ты привыкаешь ко всему, восстанавливаешься. Но все равно у меня не было никаких-то сил и энергии на съемку видео. Почему-то. Даже сейчас я думала, если какой-то типа видео про фаворит или что-то такое. Ну, по сути, вот я сейчас накрасилась. Это я вечером на концерт собралась. Это как бы ярко. Ну, то есть я стала краситься значительно меньше. Мне как-то немножечко это все не то, что приелось. Мне нравится косметика. Мне нравится изучать. Но сейчас особо и покупать и не хочется, и тяжело. И как-то это отошло немножечко на второй план. Но видео я хотела снять сегодня не об этом, а о своем увлечении, о котором я уже давно хотела рассказать. Я этим делом занимаюсь уже год и четыре месяца. Это полденс. На самом деле, как я туда попала, это тоже. Вообще, многие события в моей жизни, какие-то прикольные, классные, получаются как-то случайно. Просто ты об этом думаешь, а потом раз, резко это происходит. Я очень давно хотела попробовать заниматься на пилоне. Наверное, еще когда в году 14-м я увидела Вардум и Мартиросян в вечернем Урганте. И я что-то так загуглила, посмотрела выступление. Блин, это так красиво, женственно, и в то же время сложно и сильно, это классно. Но это, знаете, смотришь, но не делаешь. То есть, то ли у нас студии не было, ехать куда-то не хотелось, и вообще, думаю, как-то странно, не знаю, не хочу. Но как-то и руки не дошли. Тут, получается, в году 21-м почему-то, я не знаю, почему мне захотелось снова загуглить, может быть, какие-то студии ближе открылись к дому моему. И в итоге я узнаю, что одна из самых классных студий Новороссийский в 10 минутах от моего дома. А я пишу туда, типа, можно ли к вам прийти позаниматься, а не там, мне тренер пишет, мест сейчас нет, но вы типа следите. И буквально через неделю появляется свободное место для новичка. Я такая, просто звезды сошлись, я должна туда пойти. И 11 апреля 21-го года я пошла на первое занятие. Я тут даже буду вставлять какие-то видосы. для меня это просто был вызов сам себе, потому что руки, сила рук, это всегда моя слабая сторона. Я в школе ненавидела отжимания, подтягивания, я подтягиваться до сих пор не умею. Я занималась спортом, то есть я занималась спортом дома, я делала тренировки, у меня ноги вполне сильные, я на велике хорошо, могу долго ехать, быстро. Но руки это вообще просто. А здесь как бы не только руки, еще и все тело. Это очень интересные нагрузки. И для меня это был определенный вызов. Но я буквально с первого занятия поняла, что это мое. То есть я как будто всегда об этом это знала. Я понимала, что это сложно, я понимала, что это физически очень сложно, но я, наверное, и не представляла насколько. Наверное, первые полгода я просто ходила и вдупляла вообще, что от меня хотят. То есть я делала какие-то простые крутки, какие-то элементарные самые трюки, там связки маленькие, но это все было вообще на таком уровне, далеком. Слабый был хват, руки вообще не какущие, я не контролировала свое тело. И только, наверное, к осени я первые какие-то сподвижки увидела. Плюс у меня какая-то супер-гипер чувствительная кожа. У меня я все лето отходила в синяках, то есть у меня были реально огромные синяки поначалу, и плюс вот эта чувствительность в коже ног, особенно в висах там всяких, это был просто какой-то ужас, то есть я просто не могла это терпеть. Ощущение такое, что вам вот крапивку сделать, я не знаю, как даже объяснить, но это больно. Но при этом ты хочешь одновременно кинуть себе вызов, что нет, я это сделаю. Сейчас я уже делаю какие-то более сложные трюки, такая, блин, а почему мне тогда было больно? Конечно, здесь совокупность факторов, то есть я стала сильней, кожа привыкла, я стала лучше контролировать свое тело и от этого, конечно, стало все делать гораздо легче, то есть даже одинаковые трюки я делала, допустим, в январе и как я делаю их сейчас, спустя полгода, но это совсем по-разному, хотя и тогда я думала, вау, я уже что-то научилась делать. Очень интересно смотреть на свой прогресс и вспоминать, что, блин, а почему я не могла это сделать раньше, почему я не понимала, там руки скользили, еще что-то. Вообще, работа собственным весом на пилоне для меня оказалась гораздо интереснее, чем, например, поход в зал спортивный, то есть я вот с карантина, как перешла на домашние тренировки, в зале больше фактически и не была, то есть какие-то разовые посещения просто для интереса. На пилоне же, мало того, что это час самого активного занятия на пилоне, это еще и ОФП, то есть мы работаем очень много над прессом, то есть мы учимся правильно прокачивать пресс, отжимания, там всякие уголки, планки, что мы только не делаем, и плюс это час очень такого активного силового стретчинга, которому у меня открылись удивительные таланты. Ну, я всегда знала, что я в принципе неплохо была с растяжкой, но я никогда этим серьезно не занималась, а тут я поняла, что у меня гораздо выше среднего эластичности именно вот мышц, связок, вот этого всего, то есть у меня, я всегда думала, у меня спина деревянная, я вообще там, не знаю, еле как в мостик вставала, а тут я за полтора года, даже еще нет полтора года, прокачала так классно свою спину, у меня мостик встал просто вот как надо, я в таком восторге, это тяжело, это больно, болят мышцы, постоянно что-то где-то там болит, страшно, не знаю, но все равно, когда ты видишь результаты, это все нивелирует. Плюс на пилоне, это абсолютно разные нагрузки, то есть есть какие-то чисто трюки силовые, стойки, крутки, динамики работы, то есть очень много видов всего, и надо есть просто не успевает, то есть ты что-то пробуешь, у тебя не получается, ты оставляешь это, пробуешь другое, потом через какое-то время возвращаешься, резко получается, либо ты у тебя получалось-получалось, ты потом не делал какое-то время, пробуешь, не получается, опять отрабатываешь, то есть это постоянная работа, работа, это что-то новое, новое, И за счет этого нет вот этой рутины, привыкания, как есть, например, у меня от спортзала. Что касается растяжки и вообще набора именно силы в теле, мне это помогло и по здоровью. То есть у меня значительно реже стала болеть спина, когда она у меня раньше периодически болела. Да, у меня там что-то там бывает, суставы тазобедренные, все такое. Плюс у меня как бы очень хорошо растягиваются мышцы, то есть, например, продольный шпагат я села буквально на одну ногу через пару месяцев, на вторую где-то через месяцев, может, 8-9. Но я никогда раньше не досаживалась, но от очень активного стретчинга, конечно, сила нарабатывается. То есть сейчас у меня уже цель там минусовой шпагат научиться садиться. Я не сажусь там на холодную растяжку, но если тело разогрето, то реально это возможно, то есть даже 25 лет там сесть на шпагат. Но также вот это вот прокачивание мышц спины, мышц рук, я стала, мне кажется, даже как-то прямее ходить. То есть очень меняется подача вот собственная, ощущение собственного тела. Я даже вот в стойках просто дома, я стала чувствовать свое тело, делать больше на силу, а не на мах. И это так классно. Что касается тела, фигуры, некоторые девчонки боятся, что там я накачаю руки. Да, у всех пилонщиц очень хорошие накачанные руки, плечи, пресс. Это просто невозможно активно заниматься пилоном и не накачать себе ничего. Ну, это нереально. Что касается веса, у меня не было какой-то большой потери веса от пилона, потому что я уже была в спорте. Плюс я никак не ограничивала свое питание. То есть мой вес сейчас ровно такой же, как и я пошла. Когда я пошла на пилон, как раз-таки за эти полтора года я набрала вес. Сейчас я его обратно скинула. Мышцы тяжелее жира. И, соответственно, количество жира уменьшилось, количество мышц увеличилось. И фигура смотрится совсем иначе. То есть у меня даже плечи стали более такие выраженные, непокатые. Конечно же, сила в руках. То есть вот эти мышцы, их вот так вот видно, они прям ощущаются. И, понятное дело, они будут развиваться еще и еще. Меня это особо не пугает. То есть я даже смотрю по многим девчонкам, да, руки сильные. Но в обычной жизни, типа, это никак сильно не выделяется. Потому что я не очень понимаю девчонок, которые, ох, я накачаю себе сейчас руки. Блин, вы попробуйте накачать себе руки. Это для женщины вообще накачать себе какие-то супер мышцы очень тяжело. Также пилон очень сильно помогает в принятии своего тела. В плане того, что за эти почти полтора года я, ну, ты же снимаешь там свой прогресс, какие-то связки, что-то. Я столько насмотрелась на свое тело в разных ракурсах, знаете, не в очень приглядных. На свое лицо, перекошенное от боли, на какие-то складки и так далее. Но, простите малыша, он просто просит внимания. За счет этого ты просто не обращаешь внимания. То есть я даже сейчас, когда публикую какие-то связки в инстаграме, понятное дело, что пилоны спорт требуют очень открытой одежды, потому что весь зацеп формируется именно за счет голой кожи. То есть вы просто не сможете в обычных там лысинах ничего сделать. Да, нужно очень короткие шорты и топ. Но я как-то не вообще перестала сексуализировать собственное тело. То есть я смотрю там, о, вот тут видны мышцы, о, вот тут там нужно руку сильнее было расслабить. И как-то я вообще перестала париться по этому поводу. И я не знаю, должно ли было это случиться или нет, но это такой прикольный тоже опыт. Конечно, очень важно попасть к правильному тренеру. То есть попасть в хорошие группы. Там, где не будут, не знаю, как-то давить, смеяться, еще что-то там, ругать. Ты приходишь для кайфа, чтобы получить кайф. Да, это сложно и так далее. Но ты не приходишь там, чтобы тебя унизили или что-то такое. То есть мне очень нравится именно у нас в студии, что обучение дается плавно, постепенно. Все сложные элементы мы начинаем с подводящих упражнений. И за счет этого прогресс, конечно же, у каждого идет по-своему. То есть на это влияет, было ли спортивное прошлое, какая подготовка организма, было ли, какой вес, какой рост. Понятное дело, я, например, по себе очень высокая, у меня среднее телосложение. И, конечно же, у меня не было там спортивного и какого-то гимнастического прошлого. Мне это все очень тяжело дается. И какие-то вещи, даже базовые, я до сих пор делаю, так и не научилась. Даже эту гребаную рогатку, разножку, не знаю, как она там по-разному называется, идеально я еще сделать ее так и не научилась. Но я точно знаю, что я рано или поздно к ней приду обязательно. И каждый, кто-то делает ее на первом занятии, кто-то через месяц, кто-то через полгода, кто-то через год или два. И это просто нужно принять. У нас нет никакого там соревновательного элемента, типа вот я отстаю, а кто-то впереди. Нет такого. Наоборот, все друг друга поддерживают, получается, там хвалят. Очень круто. И это ощущение, когда ты занимаешься с такими сильными, классными девчонками, причем у нас в студии. От школьниц просто до взрослых женщин, молодые мамы. И все находят время на себя, и все так классно выглядят. Такие реально молодцы. И вот это такое, знаете, какое-то женское братство, оно даже заряжает вот этой силой. Я бросать не собираюсь. Я очень надеюсь, что обойдусь без серьезных травм. А падала ли я с пилона? Падала один раз. И пару таких грубых приземлений у меня тоже было. Но я такой человек довольно ссыкливый в этом отношении. И я ни в какой сложный трюк не зайду, пока на 100% не буду уверена там в зацепе, в силе, что я удержусь. И там и маты себе подстелю, и все такое. То есть есть такие девчонки более экстремальные, а я с детства такая была, более осторожная. Но, возможно, это, конечно, и тормозит прогресс, но и бережет меня от травм. Вот такое вот спортивное интересное видео. Возможно, я когда-нибудь еще что-нибудь сниму про пилон, если какие-то вопросы есть. Потому что это реально классный очень спорт и очень интересный. Понятное дело, оно все такое индивидуальное. То есть мне он зашел, огромному количеству людей он не зайдет. Что касается танцев, есть еще направление пол-арт, где это просто такие красивые танцевальные движения в носочках. Там все всякие тоже крутки, они такие больше партерные. И есть еще направление экзота, то есть это где на высоких-высоких каблуках. Я всегда думала, что нет, меня в этой грязи не будет. Это не для меня. Недавно я приобрела себе свои первые стрипы, причем я взяла сразу такие тройки серьезные. Я пробовала пока парочку раз в них танцевать. Конечно, это другое ощущение. Это другое вообще. Экзот, танцы. То есть я это делала просто сама. Конечно же, это больше такая грация, пластика. То есть да, для экзота тоже нужны сильные руки, тело. Но там все больше плавность движений, там какую-то сексуальность, женственность. Там меньше вот этого спорта, как у нас на пилоне. Там всяких прыжков, сальто и прочего. Но я знаю, что даже люди совмещают. То есть я тоже не планирую бросать пилон в спорт. Но, допустим, пробовать иногда делать какие-то штуки в сторону экзота. Тоже такой интересный опыт. Вот такое вот видео у меня получилось. Немножко с восторгом, сумбурное. Но я давно хотела рассказать. И я рада, что я только сейчас сняла это видео, потому что я вот, наверное, за последние три месяца, то есть я занималась всегда год два раза в неделю. И в последние где-то месяца пять я стала еще третий раз в неделю добавлять, ходить просто самой, заниматься без тренера. И я вот только в последние месяцы почувствовала какой-то огромный скачок в своей силе. То есть у меня стало получаться больше трюков. У меня стали получаться какие-то длинные связки, потому что это все можно делать трюки отдельно, но не уметь их складывать в связки. То есть не хватает, допустим, выносливости на несколько трюков подряд. И это все тренируется. Вестибулярный аппарат тоже тренируется отдельно, потому что ты можешь классно делать трюки, ты начинаешь их делать в динамики, все, мозг просто улетает. То, что, например, на две стороны идеально получается, допустим, с одной руки что-то, делаешь на другую, мозг вообще мало того, что это все на координацию работает, так еще и просто мозг отказывается, сила не такая, все не такое. И ты начинаешь заново тренировать это все. То есть пилон – это просто бесконечное какое-то приключение. Я вот упираюсь в какой-то потолок, такой типа плата, ничего не получается, потом раз вжух и какой-то супер прогресс. И вот это меня очень сильно вдохновляет. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что и бьюти-контент я тоже не заброшу. Обязательно планирую снять про фавориты лета и вообще какие-то, может быть, разбор старой какой-то косметики, может, разбор косметики, которую можно еще достать, купить. Не знаю еще пока, надо об этом подумать. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok